Очень ждут своих хозяев конечном. Она небольшого размера, в меру крушит. Жительница Березняков Мария Таймасова приехала на выставку собак с Никой. Выполняя всевозможные трюки, русский черный терьер с первых минут покорил сердца зрителей. Хозяйка уверена, что дрессировке поддаются все собаки. Любить собаку, работать с ней, заниматься с ней. То есть, в принципе, любая собака способна обучаться, если было бы желание у хозяина. То есть, видела и голых вот этих китайских охлатых, которые очень замечательно работают. И колли, которые поддаются дрессировке, и овчарки. Ну, любая порода поддается дрессировке. Выставка «Город Дог» собрала около 60 собаководов. Кто-то заявил своего питомца в категории служебных собак, кто-то декоративных. Антон Субокин и его золотистый ретривер Тедди участвуют в группе собак-компаньонов. Ну, Тедди у нас, родословно, у него богаче, чем у меня там до седьмого колена. У него там папа чемпион Франции, Англии, мама из Австрии. Такой у нас чемпион. Мы с ним уже не первый раз на выставке ездим. Когда он был помоложе, ездили в первой международной выставке. Там получали грузовые места, так называемые цаццы. Тедди осталось набрать четыре цаццы, чтобы стать чемпионом России. И судя по тому, какой уход и воспитание он получает, скорее всего, это вопрос времени. Между тем, соревнования собак продолжаются на двух площадках. Немецкие овчарки незаменимы в патрульной службе и входят в первую тройку рейтинга самых умных пород, составленного доктором Стэнли Коррена. О как! А вот на соседней площадке соревнуются декоративные породы собак. Судей не оставила равнодушная китайская хохлатая Белла. В результате у дуэта первое место. По мнению хозяйки, такие выставки, как город-дог, необходимо проводить как можно чаще. Мероприятие необходимо, потому что владельцев очень много в городе Соликамске. И у нас не развито, у нас, вернее, развито служебное собаководство, занятия. А с декоративными породами как бы очень мало занимаемся. Но главное любить собак, любить это самое главное. Вот организаторы уверены в том, что проект городка прижился в Соликамске. По крайней мере, если исходить из количества участников и разнообразию представленных пород. Да, мы задали вопрос нашим читателям о том, нужна ли эта выставка. Все единодушно говорили, да, нужна. Пусть она будет, пусть будет беспородной собаке. Но выставка нужна, хотя бы для общения и людей, и собак. У выставки появились и свои друзья. Так, в качестве партнера мероприятия выступил предприниматель, депутат городской думы Дмитрий Дингес. Как хорошо, что в городе проходят такие мероприятия такого рода, которые объединяют всех любителей животных, собак в частности. Ну, в первую очередь, наверное, потому что очень сам люблю собак. Очень много читал, очень много написано. Джек Лондон очень много писал о собаках. Белый клык, зов предков. 15 мая состоялась экстерьерная выставка, где оценивался внешний вид собак. Победители награждены. И уже в ближайшее воскресенье на том же месте и в то же время пройдет второй этап. Участников ждут веселые старты и класс Реал. Организаторы уверяют, будет интересно. Алексей Запотреев, Максим Перелыгин, телекомпания Соль ТВ.